Ребята, это Алена. Хочу поделиться в этом ролике про то, как я провела уже полтора года без сахара и что, собственно говоря, изменилось. Прошу прощения за мои повреждения в бассейне, но такова жизнь. Сегодня с вами вот про сахар хотела поделиться. Действительно, такая тема актуальная для многих. Я не говорила с вами ни про какие диеты. Я хочу сказать свое отношение, свое состояние спустя полтора года отсутствия сахара. Почему, во-первых, я это сделала? Мне было очень интересно, потому что я читала многие книги различные и особо не верила во всю эту историю, потому что хотелось проверить. И другой момент, я понимала, что я хочу пить добавки, витамины, минералы, но они не усваиваются, пока я буду потреблять зерновые, буду потреблять то, что хочется якобы мне. Я решила, что я этого больше делать не буду и посмотрю, что будет. Мне просто стало чисто физически интересно. Скажу сразу, энергии стало сначала в два раза меньше и было достаточно сложно. Другой момент, состояние гормональное улучшилось раза в три, потому что на гормоны влияет сахар, это всем известно. Другой момент, начались в первое время серьезные проблемы с настроением и началась прям такая история, похожая на депрессию, потому что мозг привык потреблять сахар. Это было где-то около месяца. На второй месяц я уже поняла, что я просто не хочу. Была история, связанная с тем, что я где-то на четвертый месяц пошла на день рождения и думаю, а что если я вот прям наемся, наемся сахара, позволю себе все, что не позволяло какое-то время. Во-первых, почему я это делала? Потому что у меня в семье есть люди с сердечно-сосудистыми заболеваниями, есть проблемы генетические. И, в общем, ну как бы это уже пора с этим завязывать. И да, мне захотелось проверить. Я проверила. И знаете, что я выяснила, что когда мы что-то возвращаем, это становится для нашего организма, оказывается, неприемлемо и может вызвать серьезное отравление. То есть я всегда говорю о том, что есть люди, которые едят каждый день мусор, и они даже не чувствуют, что им плохо. А если ты от чего-то отказываешься, и ты более-менее стараешься питаться другими продуктами, то поход в Макдак или съеденные на день рождения там полторта не пройдут для тебя просто так. Другой момент когнитивное здоровье, навыки запоминания, сон, настроение, гормоны. Это напрямую зависит от сахара. Высыпания, различные женские проблемы, какие-то беспокоящие кандидозы, какие-то другие. Этого ничего нет, потому что нет источника питания для этих клеток. Ну и другой момент, это просто история, которую я решила исключить и посмотреть, что будет. Могу сказать, что полет нормальный, мне тут нравится, все устраивает. И мне в моем теле так вот достаточно лучше живется. Сказать, что я перешла на кето, нет, пока не планирую. Но думаю, просто единственное, что вот я сделала, это исключила сахар. По поводу когнитивного здоровья я стала в два раза больше запоминать. Я стала меньше иметь проблем с фокусом внимания. И следующее, что я планирую, это отказаться от чая и от кофе полностью. Об этом будут мои следующие ролики. Кто от чего-то отказывался, пишите, пожалуйста, с радостью вам отвечу. Потому что, ну, все знают фильмы про сахар. Мне просто интересно, как люди действительно это делают, как влияет. У меня знакомый, который имел кучу болячек, отказался от сахара, от кофе, от всех химий. Он, по-моему, делал лет на 10. Интеллектуально, морально и чисто физически. Вот как-то так, ребят. Если у вас есть какие-то такие моменты, напишите мне, я с радостью отвечу.